Итак, ребят, всем привет! С вами канал N24 и, соответственно, прежде чем мы начнем обзор мой новый экшен камеры, которая называется Akeline, Akeline, короче, поправите, если что, S105. Стоит она, ребят, в районе 2200. Я брал вот эту камеру, я скажу так, что очень, на самом деле, рад ее. И, соответственно, мне хочется... Сейчас, секундочку. Спасибо огромное, ребят, за поздравление. Сейчас посмотрю, я вам покажу в комплекте, что идет. Спасибо огромное за поздравление, то, что я приобрел камеру. Вы пишете комментарии. Но, в принципе, в целом, я очень сильно и реально доволен. Очень. Я, конечно, удивлен этой камерой. Я очень много обзоров смотрел, эту камеру. И знаете, да, то, что я поеду в Москву, соответственно, и эту камеру буду по-любому использовать, потому что у меня есть наборчик для экшен камеры, который любой куда ты хочешь, только не прицепить. Хоть даже на руку, на лоб, шел куда ты хочешь. И, соответственно, хочется, конечно, я знаю, что сегодня, 19 мая, у Ладоса Владислава Сенека, день рождения, по крайней мере. Я знаю, что, возможно, кто-то из вас уже его поздравил, ну, кто общается с ним, кто-то не поздравил, кто не очень. Ну, не суть. Факт того, что я... Может быть, посмотрит, может быть, не посмотрит. Я поздравляю его с днём рождения. Я знаю, что уже, возможно, отмечает, не отмечает или уже отметил. Я поздравляю его с днём рождения. Желаю крепкого здоровья. Самое главное, и пусть его все мечты, которые он хочет, пусть сбываются. И, самое главное, все, что загадает, я же повторюсь, все это пусть сбывается. Вот. Поэтому я, Владислава Сенека, поздравляю с днём рождения. Итак, что у нас теперь состоит из этой камеры? Я, конечно, уже... Вот она сама камера. Я тут, в принципе, в целом ничего такого нету, потому что я буду показывать у него... Это нормально. Я буду показывать вам, что она из неё состоит и так далее. Итак, начнём мы с кейса. Кейс идёт в комплекте, пожалуйста, без всяких проблем. Очень интересный кейс. Я буду его тоже использовать. Обязательно. Обязательно. Кроме кейса идёт вот такая тоже, такой мини, я не знаю, вставочка тоже внутри, где вы можете, не обязательно кейс. Но кейс я буду использовать, потому что, когда буду арендовать, мы будем всё-таки велосипеды. И поэтому, по-любому, надо будет использовать его, как в кейсе. Дальше. В комплекте идёт USB, microUSB, зарядка, понятное дело. Плюс... Вот я вам скажу сразу, то, что у меня в комплекте идёт с этой камерой, у меня, ребят, всё то же самое есть в моём любимом футляре. Ну, где вы смотрели, у меня футлярчик для экшн-камеры всё было. Ну, не суть. Здесь идёт специально для... куда-то наклеить. И, соответственно, можно использовать экшн-камеру. У меня такая штучка есть, я скажу так. Есть такие. Раз... Вот здесь, вот это вот, то, что я могу сказать отдельно, просто огромное спасибо этой камере, что в этой экшн-камере идёт. Это несколько, во-первых, липучек. Там, к сожалению, липучек очень одна. Тут у меня их уже достаточно, в принципе, нормально. Это всё липучки, пожалуйста, на цвет и вкус. Ну, две липучки и плюс то, что мы можем подтянуть и так далее. Вот это огромное, реально. Вот это большой плюс. Дальше. Ну, это пакетик не нужен. Дальше. Это у нас для... для велосипеда. Чтобы закрутил, ты его поставил, и это... У меня такая штучка есть. Но второй раз тоже пригодится, почему бы нет. Дальше. Можно сказать, тоже такой интересный переходник, который используется, вот, пожалуйста, на цвет и вкус. Примерно. Ну, примерно. Примерно такой переходник тоже используется, именно, как в плане такого. Только здесь вы видите так, а здесь можно использовать именно вы его в резьбовую. Соответственно, это тоже идёт в комплекте, ребят. Вот это идёт от этой камеры. Что насчёт такого резьбового, я скажу, что специально... Если бы я знал бы, блин, я специально покупал отдельное резьбовое соединение для моего монопода у такого. Потому что за... ну, там оно недорогое, 100 рублей. Но факт того, что если бы я знал, что в этой камере вот это есть, я бы... Хрен бы, блин, покупал бы. Ну, уже не суть-то. Ладно, уже купил. Вот, 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 вот. Про что я говорю? Вот. Вот он, это резьбовое соединение, которое уже 100 рублей стоит. Я вот такое покупал. Ну, практически, примерно такое. И, пожалуйста, вот про что имел в виду. Это мы используем для... Где-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де. Вот это вот. Мы используем примерно так. Я даже вам его покажу. Это мы можем... Это двухсторонний скотч. Мы можем его налепить куда-нибудь. И, соответственно, мы это всё используем примерно... По-моему, блин, по-моему, так... Не будет использовать. Я уже не помню. Блин, это самое жёсткое то, что я... Блин, а как же... Факт того, что, короче, ребят, уже не помню. Даже здесь резьбовое соединение есть. Даже можно вот это отклеить. Это, блин, ухо-мухо. Ну ты ё-парасете. Да ё-моё. То ли это не... Ну вообще, по-любому от этого. Просто очень жёстко. Ну ладно, ничего страшного. Факт того, что вы поняли. И второе. Скотч, который идёт, как говорится, в подарок, в помощь. Вот. Это уже круто, на самом деле. И классно. Такое бы, почему бы, не использовать. Вот, из чего этот комплект стоит. Я скажу, что экшн-камера, на самом деле, очень классная. Я скажу, очень много... Прям, знаете, очень много выбирал, какую экшн-камеру купить. На самом деле, очень много выбирал. Я вам скажу так. Выбирал достаточно... И бюджетный смотрел, который... И небюджетный. Я скажу, вот эта экшн-камера, это бюджетная. Бюджетная. Но по характеристикам, я скажу, что, допустим, я сравнивал DIGMO 850, по-моему, или 890, уже не помню. Факт того, что она не отстаёт и от... От этой фирмы Akela. Вот, если реально, сейчас вам... Я, допустим, вам... Мы посмотрим... Я вам сейчас включу. Ребята, я сейчас вам включу. Надеюсь, захват экрана... О, захватится. Да, вот, пожалуйста, не будете меня видеть. Чего страшно. Вот, мы, допустим, пишем... Экшн-камера. Что насчёт вот этой... Сейчас, секунду, я уберу. Видео такое, очень познавательное, скажу так. Что насчёт этой экшн-камеры, которая у меня? Я вам показываю. Да, конечно, тут не страница вот этой экшн-камеры. GoPro, который за 55 тысяч, за 17 тысяч, за 30 тысяч, там, допустим. И так далее. Из Akela я выбирал либо брать именно вот такую камеру. Экшн-камера. Это Akela dual screen, короче, с двумя аккумуляторами. Вот этот, который вы сейчас видите. Я листал. С двумя аккумуляторами. Мне, на самом деле, очень сильно понравился. Чем? Потому что у него очень прорезиновый. И, естественно, ему, как бы, попадание воды очень будет меньше. Ну, тут, конечно, скажу, что пластик и побольше. Ну, будем, конечно, за ним ухаживать. Ну, плюс того, что здесь всё то же самое, что в этом идёт в комплекте. Даже плюсов дополнительного аккумулятора. Но стоит он 3000 рублей. За то, что из-за второго экрана вы тоже можете всё это снимать. Вот она моя камера, которой я, на самом деле, очень сильно удивлён. Очень сильно рад этой камере. Здесь мне понравилось то, что 60 кадров в каком-то разном разрешении. Хоть вы снимаете в 4К, хоть вы снимаете в 2.7К, то есть в Full HD или BHD. Всё, 60 кадров. Это класс. Здесь, почему я именно эту взял? Я взял, потому что модель матрицы Sony MX386. Где она используется? Каких экшн-камер? Она используется в DIGME 890, по-моему, или 850. Именно вот, в котором топовый. Вот именно топовый, да? Который за 9, за 10 тысяч. Вот именно вот в таких планах. А здесь она стоит 2300. И почему бы и нет? Очень много обзоров смотрел, на самом деле. Очень много обзоров про неё смотрел. И я не зря купил. Хотя думал её взять S60. S60 тоже как бы не отстаёт. Но мне... Почему я S60 не взял? Потому что мне не нравится сама его компоновка. Не нравится в плане... Как-то очень... Вот эти 4К, вот тут как-то... Мне больше ближе к этому. Вот именно к этому. Что-то... Мне вот так нравится. Ну, вот это с S20, это очень слабенький. Если говорить про DIGMA, допустим, про DIGMA, то, пожалуйста, вот 880, DIGMA, которая стоит 7700. Здесь по характеристикам я вам скажу, что... Факт того, что здесь есть, конечно, стабилизация в этой экшн-камере, здесь, к сожалению, моей нет. Но не факт. Это не прям то, что... Но Sony MX386. Где мы видели? Правильно. Мы видели в этой то же самое такое. Поэтому я, в принципе, однозначно очень рад, что взял. Ну да, тут ладно. Тут 880. Что для микрофона можно использовать для... Пожалуйста, и второй экранчик, и микрофон, и как Wi-Fi. Я так понял, что можно использовать. Вот, ну, micro-USB, и так же все это в комплекте есть. Вот, как бы, все это у меня уже есть, на самом деле. Ну, прикольно, я не спорю, может быть, 880. Ну, на самом деле, я взял... Эту камеру. Блин, на самом деле, очень классно. Вот, 3600, допустим, 450. 450 мне не нравится самой формы тоже. Вот, тут очень тупой. Кто придумал такую? Вот 870, а 8000. То же самое, блин. Как бы форма такая очень интересная. Но, не знаю. 850, 5000. Это все дигма, ребят. Это все дигма. Да, они классные, я не спорю. Ну, блин. Все-таки стоит, конечно, очень, на самом деле, дорого. Поэтому я, конечно, тут смотрите сами, если вдруг будете выбирать что-то себе, однозначно посмотрите уже. Я, конечно, скажу так, что очень рекомендую вам S105. По видео вы можете посмотреть. У меня первоначальность выходила. Там, то есть, без всяких проблем. Даже, допустим, я даже вам еще раз его включу. Как бы, кто бы понял звук. Вот, сейчас, сейчас, секунду. Вот, допустим, вот оно. Так, ребят, всем привет. С вами канал А24. И сегодня я снимаю на своем новом экшн-камеру, которая называется Акилайн, Акилайн. Я уже пойму как S105. Вот, соответственно, завтра я покажу вам обзор ее. В плане, что там внутри и так далее. То есть, вы сейчас видите то, что я снимаю на нее. В принципе, в целом, я скажу, классно. Поэтому завтра увидите. Пока. Вот, пожалуйста, без всяких проблем. То есть, она на самом деле выглядит реально бодренько. С вами канал А24. Ребят, вот так вот. Вышло, конечно, очень хорошо. И я очень сильно доволен этой экшн-камерой. Поэтому так вот. Еще раз поздравляю Владоса. С днем рождения.